Вот молодец, спасибо! Держу! Что такое природа и как ее спасти, сейчас, пожалуй, каждый ребенок знает. Во всяком случае, в 49-м детском саду старого городка воспитанники подготовительной группы в этом вопросе могут и взрослому фору дать. Поэтому вопрос, участвовать в акции по сбору макулатуры или нет, перед ними не стоял. Стойка макулатуры принесли. Еще мы спасаем деревья. А от чего надо деревья спасать, как вы думаете? Надо собирать старые бумаги, книги и коробки. Ненужную бумагу, старые книги, прочитанные газеты и журналы, дети и их родители несли в образовательное учреждение с энтузиазмом. В общей сложности удалось собрать около тонны. Если это тонна, то в тонне примерно 17 деревьев. И, соответственно, туда же входит электроэнергия затраченная на выкорчевывание, распиливание деревьев. Почва также сохраняется и водичка, которая там присутствует. Вот все. В день акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» в Старогородковском детском саду экологии посвящено все. Стенгазеты, игры, стихи. Члены молодежного парламента рассказали подрастающему поколению, что дальше будет происходить с собранной ими бумагой. Из нее сделают салфетки или бумажные полотенца, а могут использовать для производства коробок. Мы планируем проводить вот такие вот интересные мероприятия почти в каждом учреждении, где мы будем доносить до детей всю ту важность экологии. Будем рассказывать о раздельном мусоре и, соответственно, показывать то, что можно сделать из этой макулатуры. Отношение людей к сбору макулатуры меняется, говорят организаторы акции. Если раньше сдавали неохотно, то теперь в месяц собирается порядка 10 тонн бумажных отходов. И дальше, скорее всего, эта цифра будет только расти. А если экологическое воспитание подрастающего поколения начинается еще в детском саду, то в ближайшем будущем и раздельный сбор мусора станет повсеместной нормой.